И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. После столь горестных новостей, как смерть Боки, мне не хотелось что-либо записывать, тем более в столь позднее время. Если бы не одно «но». Но я имею в виду многочисленные комментарии, которые зачастую оставляли армянские оппоненты в различных соцсетях под моими видео, касательно вопроса армяно-грузинских отношений. Провоцирующую сторону армяне, конечно же, старались выставить всегда Азербайджан, что именно мы портим отношения армян и грузин. Крайне интересно. Многие сейчас из моих зрителей подумают, что я начну приводить в качестве примера видеоролик, который есть на моем канале, где грузинские представители спецслужб заявляют о том, что они нашли личности армянской национальности, которые занимались разжиганием межнациональной розни на территории Грузии в отношении азербайджанцев и грузин. Но речь пойдет не об этом. Я даже не буду говорить о многочисленных претензиях армян к грузинским церквям, хотя отчасти речь пойдет об этом. Я не буду говорить о Джавахетии, о том, как армяне на государственном уровне, точнее сказать армянство, очень часто принимают так называемых президентов Абхазии и Осетии, что, конечно же, не может радовать Грузию. Нет, а речь пойдет не об этом. Мне прислали видеоролик, многие из которых, многие из вас, наверное, его уже видели. Но мимо него, в качестве ответа на многочисленные армянские комментарии в отношении того, что азербайджан и азербайджанцы являются провоцирующим фактором в отношениях между грузинами и армянами, найти невозможно. Прошу прощения за то, что немножко подвисает видео в момент загрузки. Давайте послушаем. В настоящее время более 250 километров армяно-грузинской границы полностью не уточнена. Нет, им пользуется армянская сторона и постепенно передвигает свои границы. То есть происходит ползучая, а не к всей территории Грузии. В результате чего грузинское население этого региона оказывается на армянской стороне. Армянская сторона установила на этой земле, на этой территории свои блокпосты. Вот они, пожалуйста. Армянские пограничники все годы после распада СССР незаконно двигают грузино-армянскую границу в сторону Грузии. На одном из участков они передвинули границу. Более чем на 400 метров на север так, что под армянским контролем оказался древний грузинский монастырь Худжаби, куда сейчас не пускают грузинских священнослужителей и паломников. Давайте остановитесь. Помните, как армянство старалось спровоцировать отношения между Азербайджаном и Грузией в связи с одним монастырем, который стоит на границе между Азербайджаном и Грузией, заявляя о том, что азербайджанская сторона его чуть ли не аннексировала. Надеюсь, помните. Я не буду даже называть название этого монастыря. Азербайджанская сторона его считает албанским, грузинская сторона называет этот монастырь грузинским. Как бы мы ни спорили, тем не менее, это наша, можно сказать, общая история. Армянство же, пытавшись воспользоваться той ситуацией, умалчивало о том, что сама захватила чисто грузинский монастырь. А вот это интересно. Кстати, грузинских монастырей на территории Армении семь. Большинство из них находятся в крайне ужасном состоянии. В них даже держат скот. Я уже показывал, кстати, вам фотографии. Это ужас. В православном монастыре держат скот. Кстати, Россия почему-то молчит. Хотя, армянская церковь монофизиты, грузинская церковь православная. Тем не менее, Россия позволяет Армении уничтожать православный храм. Тире монастырь. Странно. И при этом, некоторые правительственные представители России заявляют свое негодование в отношении Турции. А что же вы молчите об Армении? Вопрос крайне интересный. Мы же переходим к следующему, в данном случае, опять-таки, видео. Вот это видео. Опять-таки, прошу прощения за то, что немножко может что-то подвисать. Нет, я не буду включать данный видеоролик. Но я неспроста в данном видео назвал Руслана Курбанова лжецом. Правда, поставил пока это под вопрос. В данном видео, которое было загружено на канале Руслана Курбанова, показывается некий представитель, насколько я понимаю, народов Северного Кавказа, который заявляет о том, что армянская сторона захватила все-таки высот ту самую, о которой говорил уже эксперт вооруженных сил Армении Здравствуйте, дорогие друзья! Арцурун Аванесян о том, что никаких высоток армянская сторона и не пыталась захватить. возле той самой высотки, название которой гора Гая запечатлели себя многочисленные азербайджанские блогеры и журналисты. Тем не менее, не проверив информацию, Руслан Курбанов загружает к себе на канал, полагаясь, видимо, на честность своих армянских друзей данное видео. Что я могу сказать, дорогие друзья? Только одно. Могу задать вопрос. Руслан Курбанов, вы лжец? Или? Очень хотелось бы услышать ответ Руслана Курбанова на данный вопрос. Честно говоря, берет страх, когда интересы кавказцев представляют личности, которые готовы загрузить к себе на канал любую информацию. Даже не попытавшись маломальски ее проверить. Ведь такие загрузки роликов непроверенных грозят конфликтом между кавказцами. Не так ли? Мы же переходим в данном случае уже к следующей статье. Да, дорогие друзья, в данном случае это будет статья. Опять-таки вынужден попросить прощения за то, что статья немножко загрузилась чуть дольше. когда я прочитал название данной статьи, я обомлел. В хорошем смысле обомлел. Я не знал, что сказать. Давайте прочтем те названия, и вы поймете, о чем идет речь. Никто в регионе лучше Армении не обеспечит безопасность нефти и газопроводов, проходящих по Азербайджану. Вас ничего не смущает в названии данной статьи. На мой взгляд, название данной статьи обуславливает причину совершившейся с армянской стороны провокации в Тавузе. Армянская сторона этой провокации старалась подчеркнуть свою мысль, что азербайджанская сторона не в силах отвечать за безопасность данного нефти и газопроводов. Что можно сказать? Данный так называемый эксперт, даже не являющийся нашим агентом, сдал главный армянский секрет о событиях в Тавузе. Браво! Данной личности. Сейчас я вам прочту, кто это такой, чтобы вы знали героев в лицо. Об этом 19 июля во время встречи с журналистами заявил в Джеване ответственный информационного кризисного центра Арцрун Аванесян. Браво! И еще раз браво! Видимо, Азербайджан должен повесить ему на грудь медаль или орден. Но это уже на его выбор. Не так ли? Не подумав, данная личность можно сказать разоблачила всю армянскую ложь. А блогер под ником ArmInfo выставил это. Браво! И еще раз браво! Переходим к следующей статье. Опять-таки нет, все нормально загрузилось. Настало время признаний. Что сегодня происходит в Армении? Читая данную статью, поначалу, честно говоря, я был приятно удивлен. потому что в данной статье говорилось о недолюбви, мягко выражаясь, исходящей от грузин, народов Северного Кавказа, в том числе, а также азербайджанцев в сторону Армении и армянства. Я не буду говорить армянского народа, потому что к армянскому народу все относятся нормально, но большинство к сожалению не являются представителями армянского народа. Это некая структура под названием радикальное армянство. Но продолжая читать данную статью, я начал понимать, что личность, которая написала данную статью, можно характеризовать как русский. Порой бывает больше армянином, чем сами армяне. В частности, вы вдумайтесь, что написано. Настоящие горы это Карабах, настоящие святыни и монастыри это Карабах, для Карабаха, для армян Карабах это как Косово для сербов или как Куликово поле для русских. Подождите, Косово для сербов, Карабах был составной частью всегда Азербайджана, то есть для Азербайджана как раз-таки Карабах и является своеобразным Косовом, которое отрезано от нас. И при чем здесь Куликово поле? Какая-то ересь, тем более учитывая, что армяне появились на этих территориях благодаря Петра Первого, Екатерины Второй и прочих царских вельмож, начиная с Петра Первого. Продолжая читать, я понял, что данная личность начальными словами просто попыталась вовлечь читателей в своей инсинуации, потому что началась гнуснейшая реклама Армении, что в Армении отдыхать лучше, чем в Грузии и в Азербайджане из-за цен. Интересно. Слава Богу, что признали, что у Армении нет выхода к морю, но якобы есть Сиван. Почему-то здесь ничего не говорится о степени загрязнения данного озера. Ничего не говорится о том, что большинство продуктов так или иначе опять-таки завозные. я мог бы освещать множество мягко говоря в кавычках неточностей, но не буду. Могу сказать только одно, данная статья является одним из настольных учебников для тех людей, кто хочет заняться разоблачением армянской лжи. Такое ощущение, как будто бы данный автор русский собрал всю армянскую ложь воедино. Браво! Браво! В кавычках браво в данном случае в отношении данного в кавычках россиянина. И давайте перейдемся с вами к последнему в данном случае видео. Да, дорогие друзья, снова мы с вами натыкаемся на такой канал, как Хай ТВ. Хай ТВ вспомнил о Карском договоре, которому исполнилось сто лет. Почему я заинтересовался данным видео? Потому что мне захотелось ответить данному автору одним единственным фактом, который даже без привода многочисленных других моментов перечеркивает данный так называемый Карский договор. Если данный автор хотя бы маломальски знаком с историей, то почему он не сказал о том, на чьих землях, я уже говорил об этом, создавалась Армения? Почему он не написал о нескольких моментах? Первый момент. Кому из русских царей было передано Эреванское ханство? Это первое. Второе. Почему он не упомянул о том, что в свое время под давлением многочисленных стран Азербайджан вынужден был передать Армении Эреван для создания в нем армянской столицы, столицы Армении. Поэтому прежде чем говорить о Карском договоре, стоило говорить и о тех аспектах, которые я только что озвучил. Как-то так, дорогие друзья. Это короткое видео, которое я не мог не сделать. Опять-таки две главные причины, которые меня сподвигли, это многочисленные комментарии, которые мне вечно оставляли армяне в отношении того, что азербайджанская сторона провоцирует грузино-армянские отношения. И наткнувшись на такой видеоролик, я не мог не записать данное видео. Второй момент, это конечно же ложь, ложное видео, которое загрузил к себе на свой канал Руслан Курбанов. Как же я мог пройти мимо? Как-то так, дорогие друзья. На этом точно все. Всем до свидания. Не болейте. Всегда ваш Сиидов Камран. До свидания.